31 марта Лайме в Айкуле исполнилось 65 лет. Артистка никогда не скрывала возраст, считая, что женщина остается привлекательной, несмотря на годы. При этом от поклонников не укрылся факт обращения кумира к процедурам пластической хирургии ради сохранения молодости. В недавнем интервью артистка сделала откровенное признание, она действительно ложилась под нож хирурга и не видит в этом ничего плохого. Я в 50 лет только расцвела, была красивая, лицо подтянутое, тело прекрасное. Ботокс я колола только один раз, мне не нравится быть слишком гладкой. Морщинки — это ведь тоже красиво. А вот к пластическому хирургу ходила неоднократно. И считаю, что его надо посещать ради детей и внуков. Однажды наблюдала такую картину, сидел человек в возрасте, которому поднесли внука. Малыш заплакал, испугавшись вида дедушки. Так что ради внуков надо все это делать, подчеркнула звезда. При этом Вайкуле не стала озвучивать, к каким именно пластическим операциям прибегала. По мнению звезды, это слишком интимные подробности. Конечно, мы женщины, страшно закомплексованные, у мужчин такой проблемы нет. Но я не буду говорить, что именно в себе переделала. Не хочу быть нараспашку. Есть вещи, которые принадлежат не всем. Тем более это грех, — объяснила певица. Несмотря на возраст, Лайма продолжает вести активный образ жизни. Певица ежегодно устраивает фестиваль-рандеву в Юрмале, встречается с друзьями и путешествует. И всегда рядом с ней гражданский супруг Андрей Латковский. Пара вместе уже около 40 лет, но в их отношениях до сих пор присутствует страсть. Есть разные приемы сохранения секса в браке, но я о них говорить не буду. Сейчас существуют специальные школы, где обо всем этом рассказывают. У меня, конечно, имеются свои секреты, поделилась звезда. Сейчас Лайма больше всего любит проводить время в своем доме в Юрмале. Артистка продумала каждую деталь в интерьере, поэтому все в особняке ей так дорого. Помимо Вайкуля и Латковского в поместье проживают две помощницы — садовник и управляющий. Главными же компаньонами артистки остаются любимые собаки. Я считаю, что можно любить только родину и своих детей. Чувства к остальным людям можно назвать другими словами. Но еще я люблю собак за их верность, искренность, за всю палитру эмоций, призналась артистка. Лайма Вайкуля, после болезни я научилась любить, пока Лайма не планирует уходить со сцены или прощаться с музыкальной деятельностью. В интервью для YouTube-канала «А поговорить». Певица заявила, что ее голос все такой же мощный, как и 40 лет назад. К собственному возрасту, как и к любви, Вайкуля относится философски, ведь и молодость, и чувства рано или поздно проходят.